Добрый вечер! Всех рада видеть, как у вас проходит карантин. Сегодня у нас праздничный день. С Божьей помощью у нас начинается новый месяц. И отличное начало. Новый месяц начать вот так вот со святости и с хорошей компанией, с Божьей помощью. Поэтому все, кто с нами, очень-очень рады вас видеть. Четверг. Елена, добрый вечер. И поэтому мы с вами, как обычно, начинаем говорить про недельную главу. А их у нас целых две. На этой недельной главе мы с вами читаем две главы, которые называются Тазырия и Метцура. Так. Ну давайте мы начнем, а кто не успел, посмотрит потом в повторе начало. Человек возвращается с работы, очень уставший. И по дороге он открывает почтовый ящик, смотрит на письма, которые пришли. Поднимаясь на четвертый этаж пешком, он начинает медленно открывать конверты. И тут ему достается один конверт, в котором счет за телефонные разговоры. Полторы тысячи шекелей! Как такое может быть? Мы никогда не получали такие счета! Ох, что делает карантин с нами! Заходит он к жене и начинает сразу на нее наезжать. Как так можно? Вот это ты со своими подружками разговариваешь. Я слышала, что ты вчера вот до ночи говорила с кем-то. Надо же знать, где это границы. Посмотри, какой счет мы, где мы деньги на это все возьмем. Она удивляется и говорит, да ты что, милая, я никогда не делаю звонки из дома. Я все решаю на работе. Это ты со своими друзьями общаешься и не можешь остановиться. Да нет, удивляется он, я тоже делаю свои звонки с работы. Я не помню, когда я последний раз дома вообще кому-то звонил. И тут они оглядываются на няню, которая целый день сидела с их детьми. Она разводит руками и говорит, ну а что вы хотите? Я тоже все свои телефонные звонки делаю с работы. В общем, не знаю, как мужчина, уверена, что тоже, но женщина определенно всегда любит поговорить. Спрошу я вас, что вам сложнее всего в карантине. Наверное, после того, что вы скажете, дети, постоянная готовка, нахождение дома, материальные какие-то затруднения, все обязательно внесут в этот список что? Отсутствие живого общения. Потому что нет для нас такого кайфа, как собраться в праздники без, я не знаю, с... Когда с целью, без цели мужчины с баночкой пива, женщины, я не знаю, с какими-то орешками, и болтать, болтать, болтать. Вот первое, что я хочу сделать после карантина, это где-нибудь пойти пожарить шашлыки в большой компании. И всю ночь болтать, потому что это то, чего не хватает. И психология, конечно, нам уже сейчас рассказывает, как влияет наш разговор на нашу... На наше сознание, на наше поведение, что надо говорить, как эти вещи влияют на нашу жизнь. Тора, чтобы она была жива, здорова. Добрый вечер, Алла и Леда. У нас нет карантина. Вы в Беларуси живете? Или в Швейцарии? Откуда вы? Тора нам уже давно начала говорить, как все вещи, которые мы выносим изо рта, влияют на наше внутреннее состояние. И об этом я бы сегодня с вами хотела поговорить. Когда-то к одному человеку пришел... К одному равину пришел человек и сказал, я столько сплетен, говорил весь день, приближается Йом-Кипур, и я хочу сделать раскаяние. Он сказал, возьми подушку и порви ее. И что это поможет? Поможет обязательно. Он взял эту подушку, порвал, естественно, весь пух разлетелся по всей улице. И тогда он сказал, хочешь, чтобы Всевышний тебя простил, иди, пожалуйста, и собери весь этот пух назад. Ну как? Такое же невозможно. Ну, конечно, так же, как и слова, которые ты сказал, невозможно вернуть, так же и подушку невозможно собрать. Поэтому сделать на самом деле раскаяние за то, что ты говорила о Шонаране, возможно. Ну что возможно? С сегодняшнего дня начать немножечко осознаннее относиться к своим словам и знать, как Тора реагирует на все то, что мы с вами говорим. Очень интересная тоже вещь, связанная с Йом-Кипуром. Написано, что все стоят у престола Всевышнего в Йом-Кипур. Что такое все? Это значит и живые, и мертвые. Я вам когда-то это уже говорила. То, что живые стоят у престола Всевышнего и каются, и хотят в следующий год, чтобы он был лучше, это понятно. Почему Карл должен опять... Вы со мной? Сбои в интернете. Почему опять должен говорить Всевышнему, что он делал? Ну ничего не делал, он же умер давно и учит Торуса Всевышним. И отсюда мы учим очень хорошую вещь, очень глубокую. Я хочу, чтобы у меня была возможность вам правильно это сказать. Все, что мы делаем сейчас в этом мире, оно несет свое влияние дальше. И мы не знаем, как поведет себя человек, как на него это повлияет, когда пройдет 10 лет, 15 лет. Вот вы сейчас подали, я не знаю, 10 шекелей человеку, спасли ему жизнь, а он потом семью сделал, я не знаю, его дети к религии пришли. И знаете, что вот эти вот 5 шекелей сделали свое дело, и вы сейчас сами, сами того не зная, зарабатываете на свою душу, прям заповеди одна за другой. Поэтому каждый раз, когда начинается Йом-Кипур, те люди, которые уже не с нами, они встают ко Всевышнему и получают награду за те вещи, которые они делали в этом мире, и они несут свое продолжение. И, к сожалению, те вещи, когда мы кого-то обидели, оттолкнули, и это привело к своим последствиям, за это тоже мы несем ответ. Поэтому не только наши действия, но и особенно слова очень влияют, и мы будем за них отвечать после 120 лет, до конца, я не знаю, пока придет Маше. Поэтому на этом уроке я бы очень хотела с вами акцентировать внимание, конечно же, с привязкой к недельной главе, почему мы должны задумываться над тем, что мы говорим, вообще по Торе, о чем можно говорить, а о чем нельзя. Тот, кто со мной уже больше года, в прошлую недельную главу, ровно год назад, я говорила с ребятами про сплетни. Здесь я с вами про сплетни говорить не буду. Мы с вами должны понимать, что сплетни, лошон и ра, это точно плохо. Мы не можем найти ничего хорошего и оправдание этому, поэтому лошон и ра бы немножко оставим в стороне. Сегодня мы с вами будем заниматься таким понятием, как рехилут. Это сплетни, это что-то, что несет никому никакого вреда. Например, пришла ко мне подруга, и я ей говорю, знаешь ли ты, что вчера ко мне приходила, я не знаю, там Сара, и она была в таком платье красивом. Лошон и ра? Нет. Я продолжу это говорить, если зайдет Сара, да, скажу, о, Сара, привет, я как раз рассказываю там Лее, что ты вчера у меня была в шикарном платье, ну, скажи, где ты его купила. Зло? Нет, не зло. Можно ли это говорить по Торе? Нет, нельзя. То есть, скажем так, Тора нам этого не запрещает, но она говорит, ребята, это плохо. То же самое, как, не знаю, курить. Курить, наверное, можно. Полезно это? Точно нет. То же самое эти слова. Они, вроде, ты никого не обидел, но они несут в себе такой негатив, о котором мы в будущем поговорим, ну, в конце урока. Что я бы хотела вам это рассказать. В Торе у нас написано, Муши Робейну говорит, Значит, перед тем, как мы изучаем Тору, Муши нам говорит, все вещи, которые я тебе говорю, они близкие к тебе. Что это имеется в виду? Что вся Тора, она дана человеку. Слава Богу, мы соблюдаем, мы находимся в той религии, которая не запрещает нам наслаждаться этим миром. Которая не говорит стать отшельником для того, чтобы найти связь со Всевышним. Не говорит, что нельзя жениться и рожать детей, и только, я не знаю, ко Всевышнему все мысли. Нет, такое невозможно. Такое делают, я не знаю, другие религии и только отдельные личности. Тора, она для жизни. Поэтому, когда нам Тора говорить нельзя, говорить о другом человеке, мы должны сказать, Эй, Муши, ты обещал нам, что это будет легко, что это для нас. Не говорите других женщин, вы такое сможете. О чем тогда говорите? Кого обсуждать? Ну, сколько можно говорить о погоде? Сколько можно говорить о карантине? Я уверена, что вы сейчас, сидя дома, обязательно созваниваете со своими друзьями. И о чем вы говорите? Да, обо всем на свете, лишь бы немножечко мышцы своего языка размять. Так вот, можно ли говорить об этом всем на свете? Какое это влияние? И о чем? Да, можно говорить. Я хотела бы с вами вот сегодня немножко раскрыть эту тему. Единственное, что я сама для себя понимаю, что если после каждого урока я чувствую, что то, что я говорю, оно очень действенно, и я даже вам могу дать домашние задания, потому что мы с вами говорим, потому что оно легко, то здесь этот урок даже для меня очень сложный, и я сама не могу его исполнить. Но я вам не говорю, что вы должны сделать. А мы с вами сейчас разберем, как Тора в идеале хочет нас видеть. А мы уже каждый поймем, на какой лестничке мы сейчас находимся, и хотим мы двигаться или дальше в этом направлении. Окей. Лошонера говорить нельзя, мы с вами это уже сказали, но... Всевышний заповедует нам... Спасибо большое. Каждый день говорит Лошонера. Если вы откроете Хаббатский седур, я не знаю, на странице 86, в других седурах, во всех это тоже есть, в молитвенниках, у нас есть некоторые вещи, которые написаны, что мы должны помнить изо дня в день. Когда мы с вами на прошлых уроках говорили про Амалека, помните война с Амалеком, когда мы должны убивать, из каких-то пор евреи убивают, мы с вами уже упоминали эти вещи. Помни, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта. Из этих вещей помни у нас еще есть помни день субботний, чтобы соблюдать его, да? Помни, что вывел Всевышний евреев из Египта, из рабства к свободе. Такие вот постулаты, которые обязательно важно помнить. И среди этих прочих постулатов, которые совершенно немногочисленны, у нас есть предпоследний пункт, вообще очень странный. Помни, что сделала Мириам, когда выходила из Египта. Ну, все мы тут же спрашиваем, а что такого сделала Мириам? Сестра Муша, которая... И мудрецы объясняют, как, что, ты не помнишь? Она же сделала, она же сказала Лошонара, за которое она понесла ответственность. И это были такие страсти, потому что, когда обычный человек говорит Лошонара, пожалуйста, но Мириам написано, она была предводительницей всех еврейских женщин, живой пример, с нее все учились, она всех обучала, и тут она падает в этом запрете. Причем, как она падает, это даже не был Лошонара. Естественно, она не могла сказать плохие вещи. Что за ситуация была? Мушера Бейну, в связи с тем, что он постоянно был занят на работе, со Всевышним общался, я не знаю, там, евреев из Египта выводил, ну, такая бытовуха. Он оставил свою жену, он сказал, извини, дорогая, я знаю, что тебе надо мое внимание, подарок и помнить про дни рождения я не могу, я должен немножечко с тобой связь разъединить, я буду помогать всем, что надо, но я хочу быть напрямую связан со Всевышним постоянно. Мириам была в шоке, и она позвала брата старшего Аарона, старшего, да, и сказала, послушай, Аарон, тут такое дело. Мушера Бейну, причем, присутствовал при этом всем разговоре. А Муше, он разводится со своей женой, давай, пожалуйста, сделаем между ними шломбай, да что это такое, он что думает, что он больше пророк, чем мы, мы тоже вот пророки, вот я беременна, например, а ты со своей женой общаешься нормально, а что это он о себе думает. Хотела она сказать хорошо? Да. Хотела ли она помочь? Да. Выбрала ли она правильную дорогу? Нет. Причем Раби говорит, что перед тем, как ее судить, мы должны понять одну вещь. Для нас Мушера Бейну, это предводитель, это человек, о котором мы читаем на протяжении всей Тора, это такая вот великая личность. Для Мириам это был младший брат. Старшая сестра, она всегда как маленькая мама. Мы должны с вами помнить, говорит Раби, что Мушета и родился, благодаря Мириам, когда фараон издал указ, что он будет убивать всех рожденных мальчиков. Проблемы с интернетом? Если вы меня не слушаете, скажите, постоянно что-то блючит. Что он думал? Он сказал, что послушай, когда мы с тобой рожаем детей, мы изначально их убиваем. Давай не будем убийцами, разведемся, и у нас не будет детей, чтобы не подвергать их опасности. Посмотрели на них все евреи и сделали точно так же. Все развелись. Тогда пришла маленькая Мириам к папе и говорит, папа, ты хуже фараона. Почему? Потому что фараон убивает только мальчиков, а ты сейчас не даешь родиться ни мальчикам, ни девочкам. И так она повлияла, что они опять сделали свадьбу, весь еврейский народ опять сделал свадьбу, и через 9 месяцев появился Мошера Бейну. Она та, кто рисковала своей жизнью, та, которая отправляла его, та, которая смотрела, куда вот эта корзиночка приплывет, та, которая нашла маму, чтобы она пошла в дом фараону и кормила своим молоком этого малыша. Она чувствовала за него ответственность постоянную. И поэтому ее так волновало, что происходит. Это не было лезть в жизнь чужого человека. Вот прям мамаш своего и родного младшего брата. Но в чем была проблема? Проблема, что когда вы хотите наладить с кем-то отношения и кому-то помочь, вы ни в коем случае не должны привязывать сюда третье и четвертое лицо. Вот моя мамочка, я сейчас вижу, вошла в эфир. Например, я не могу и так не делаю звонить своей маме и жаловаться на своего мужа. Почему? Ну, потому что, во-первых, мама ничем не поможет. Мама будет злиться там на моего мужа или на меня, что мы друг друга обижаем, не дай бог. И она вообще ничем не сможет помочь. Кому я должна идти, когда у меня есть проблемы с мужем, например? К самому мужу. Когда у меня проблемы с подругой, я должна бежать к третьей и рассказывать ей, представляешь, как меня Маша обидела? Нет, потому что третья подруга не сможет решить. Она сможет только мне сказать, о, ты была неправа, и тогда я потеряю еще одну подругу. Или она скажет, ты знаешь, я бы на месте Маши поступила точно так же. И тогда она тоже пойдет в лес гулять. Все проблемы должны решать непосредственно с человеком, с которым у нас возник конфликт. Сейчас получается от мухи слона. Сто процентов! Мы всегда делаем из мухи слона. Поэтому, Мирьям, если хотела сохранить семью Маши, она не должна была звать Айрон, она не должна была собирать всех родственников за ужином и делать вот такое вот обсуждение о Маши. Есть проблема? Подойди и скажи. И мы часто с таким сталкиваемся. Уверены, что вы сейчас думаете, ну, обычные вещи, ясно, что оно так происходит. Но подумайте, если вы так делаете, всегда на самом деле не обсуждая человека, с которым у вас возникла ссора, за спиной, тем самым еще больше убеждаясь в своей правоте и в том, что это он первый должен подойти, попросить прощения, я-то чё? А еще, если есть подружки, которые говорят, правильно, Дина, молодец, так ему надо, я бы сильнее ему дала. И все, ты сидишь такая на стуле и ждешь, когда подойдут ко мне просить прощения. А тот человек, между прочим, тоже прошел через все это и ждет, пока ты подойдешь. В общем, о какой силе слово говорит у нас Тора? То есть мы понимаем, что Мириам, она получила свое наказание. Мы каждый день, мы говорим, мы не будем говорить лошонара, но вот то, что Мириам говорила лошонара, мы будем вспоминать об этом каждый день, для того, чтобы напомнить себе, как можно говорить и как нельзя. И в наших недельных главах Тора учит, как можно и как нельзя, с Божьей помощью, если вы останетесь со мной до конца, мы дойдем до этого момента. Итак, если мы откроем первую недельную, первую, да, главу Торы, когда Всевышний творил человека, у нас там есть такой посылок, в котором сказано, что вдохнул Всевышний в ноздри его жизни. Приходит Ункилус, переводчик, и говорит, что такое вдохнул ему жизнь. И говорит, а-а-а, вдохнул ему жизнь, это значит, вдохнул в него душу говорящую. Потому что по Торе единственное, что отличает нас от животного, это свобода выбора и возможность говорить. В этот разговор Всевышний вложил такую силу, что он не сказал, выпей таблетку, и у тебя явится сила, я не знаю, взмахнул палочкой. Всевышний сказал слово, оно имеет такую силу, что я сам должен тебе ее внутрь вдуть. Вдуть плохо звучит. В общем, вы поняли. Если мы с вами вспомним нашу последнюю главу, например, Шмени, шалом всем. Да, сто процентов Зураб. Амэн, чтобы у меня так получалось. Просто амэн. Последние недельные главы у нас говорят про рот. Недельная глава Шмени, которую мы с вами учили до уроков про Сверата Омэр, мы говорили с вами про мясо. Можно ли кушать мясо, или Тора поощряет вегетарианцев. Там мы говорили, что у нас может войти в рот. А сейчас эти две недельные главы у нас рассказывают, что у нас изо рта может выйти. Всегда эти три недельные главы Шмени, Тазрия и Мацюра, они привязаны к празднику Песах. Или если это высокостный год, они читаются до Песаха, или если это обычный год, как сейчас, мы эти недельные главы учим после Песаха. Почему Песах? Очень легко, говорит Раби, посмотрите на вдохнуть. Спасибо большое, вдохнуть, правильно. Посмотрите на название праздника Песах. П-Сах. Оно само за себя говорит. П-это рот. Рот. П-это рот. Сах-это болтать. Лесохэах. Болтать, говорит всякие такие вот ненужные вещи. Сам, само наше название Песаха говорит, что оно вмещает в себя все законы, связанные с разговором, с общением. Я вам больше скажу, очень интересную вещь я нашла, что все наши праздники связаны с какой-то частью тела, с каким-то органом. Например, если мы начнем с вами сначала, и возьмем для примера Роша Шана. Какая главная заповедь Роша Шана? Лишмо поль шофар. Слышать звук шофара. То, что мы молимся, там кушаем голову рыбы, это все не поторе. Это массор, это там, я не знаю, бабушка вот делала, гефел такише, я буду делать. Молитва, это тоже по мудрецам. Главное, что задействует наши уши, слушать, 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 и пытаться вникать. Дальше у нас есть емкий пур. Это время, когда мы не кушаем, не пьем, некоторые даже берут на себя Танит Дибур. Пост-молчание. Так вот, емкий пур имеет силу наше сердце. Если мы не зажгли свое сердце, емкий пур пройдет безнадежно. Поэтому у нас с вами было так много, слава богу, уроков перед емкий пуром, чтобы хотя бы понять, в какой день мы вступаем. Дальше у нас есть сукот. Сукот, какая единственная заповедь? Лей шеф высука, сидеть в суке. Я не говорю, что эта заповедь связана с, там, я не знаю, с тем, на чем сидят, но, скорее всего, мудрецы имели в виду, что оно связано со всем телом, потому что мы всем телом находимся в суке. Ханука, что нам говорят? Эй, лану, у меня пропал звук. Скажите, если у кого-то еще пропал звук? Хочется быть услышанной. Да, да, я же сказала, сегодня начинается Эрош Ходеш. И спасибо, Зарап, большое, что вы дали мне возможность уделить этому больше времени, потому что Эрош Ходеш называется Ияр. Ияр – это месяц, все хорошо, слава богу. Ияр – это месяц, который называется аббревиатурой, а не Ашемрофеха. Я Всевышняя, которая тебя вылечила. С Божьей помощью, пусть этот месяц покажет нам, я не знаю, мысли Всевышнего, что вот я вам дал возможность с этим справиться, вы увидели, что вы ничего не можете, сейчас приду я и покажу вам, как всех вылечить, потому что в этом месяце, говорили наши, ну, в Кабале написано, что все, что связано со здоровьем, надо делать в этом месте, потому что Всевышний прям сам спускается, начинает лечить людей. А не Ашемрофеха. Я Всевышний, излечающий тебя. Поэтому с Божьей помощью пусть этот месяц будет последним, когда мы слышим слово корона, как синоним вируса, а не синоним веры во Всевышнего, которому на самом деле принадлежит главная корона. Со звуком все в порядке, слава богу. Дальше. Ханука у нас написано, что у нас нету разрешения пользоваться светом свечей, которые мы зажгли, только смотреть на них. Например, если вы зажигаете ханукальный светильник и хотите лечь спать, вам запрещено выключить весь свет, чтобы только ханукия освещала, потому что этими свечами пользоваться нельзя, мы должны только смотреть. то есть ханука у нас задействованы глаза. Что Песох вот у нас недавно было? Кроме того, что само название несет в себе суть, что оно связано с ртом. У нас 4 вопроса, которые мы задаем. Мани, штана, лайла, азэ. Чем эта ночь отличается от других ночей? Подумайте. 3 вещи из 4, это то, что мы кушаем. Макаем соленую воду, не макаем. Кушаем горькую зелень, не кушаем. Кушаем хлебушек или только мацу. Мы обязаны кушать определенные моменты. И не потому, что моя бабушка когда-то кушала, а потому, что Всевышний в туалет сказал. И второе, это единственный праздник, где нам говорят, болтай, говори. У нас даже в Агаде приводятся примеры, как сидели мудрецы до утра и такие глянули в окнах. Ой, уже рассвет, вот это мы заболтались. И их ставят в пример. Они ругают сейчас, как мы говорим про силу слова и как мы неправильно используем. Почему? Потому что в Песах мы должны чем можно больше говорить. И тот, кто не сказал детям своим или самой себе, если вы одни, например, были в какой-то Песах, какие чудеса Всевышний сделал, какие вещи были, как, что мы учим из этого для жизни. Вы не исполнили заповедь Песаха, даже если у вас все восемь дней праздника было только ботца и ничего больше. Не говорил, не сделал. Песах это время разговора. И поэтому приходят здесь недельные главы Тазрия, Мацюрая и рассказывают нам. Хочешь болтать? Пожалуйста. Тора тебе говорит. Это надо. Иногда это даже заповедь. Но мы каждый из вас должны знать. Спасибо большое, Анна. Спасибо, что пришли. Надеюсь, что вы сейчас поймете посреди урока, к чему мы клоним. Секунду. Всевышний говорит. Рот, он важный, язык он важный. Но помните, что наш язык закрыт тридцать двумя зубами. Зачем? Для того, чтобы мы понимали, что перед тем, как сказать одним языком что-то важное, мы должны тридцатью двумя зубами подумать, а может, стоит закрыть, а может, стоит не дать языку это сказать. Всегда включать мозг перед тем, как мы говорим. И опять же, что можно говорить, а что нельзя по Торе, мы с вами узнаем из этой недельной главы к концу урока с Божьей помощью. Каббала говорит такую вещь. Задает вопрос, который мы задали, почему Песах и все, что вокруг него связано с разговором, потому что в Песах мы получили возможность говорить о чем-то, кроме обычных вещей. О чем? В Песах мы получили некоторые заповеди. Ошходыш, обрезание, всякие жертвы, связанные с Песахом. И, наконец-то, вот подумайте сейчас, все, о чем мы с вами говорим, я уверена, что это как основная часть вирус. Сколько заболело, где сколько стоят маски, я не знаю, кто в вашем городе, где Петя, Саша, Наташа, не о вас будет сказано. Мы постоянно говорим про вирус, потому что у нас занимает этот вирус все наше время. Это настолько наше актуалие, что мы не можем не говорить о нем. Всегда разговор начинается и заканчивается. Ну, как дела? Желаю тебе здоровья. В Египте было то же самое, только они говорили не про вирус, а про рабство. Сколько можно? Давайте восстание, или давайте вообще станем как египтяне, или давайте, я не знаю, умрем все в один день, чтобы этого всего не видеть. И вдруг приходит Всевышний и говорит, подождите, ребята, есть еще о чем говорить, я вам дам другие темы. Вот заповеди, вот Тора, вот я вас выведу, вот какие чудеса случаются. Пожалуйста, забудьте вы про этот вирус, забудьте про карантин, посмотрите, сколько вокруг чудесных вещей случается. Всевышний хочет, чтобы мы зацикливались на этом. Особенно сейчас, вот, настолько глубоко, что этот вирус попал на эти вот даты, на Песах, на эти недельные главы, потому что, ну, по-другому, в общем, и быть не могло. Наши недельные главы говорят про царат. Это зараза, которая появлялась у человека за то, что он говорил неправильные вещи. Это была не медицинская проблема, ее невозможно было вылечить лекарствами, и она сначала появлялась на доме, на стенах дома. То есть, вышел такой человек попить кофе, такой, ммм, а что это у меня стенка запачкана в красный или в зеленый цвет? Проходят люди мимо и говорят, слушай, шмулик, а не обратиться ли тебе к Коину Агадолю? Кажется, что ты тут что-то плохо разговаривал и даже дом это почувствовал. Приходит Коин Агадолю, говорит, это дети порисовали или это цара. Если это наказание за то, что он лишнее оболтал, Коин говорит ему, раскается, там еще какие-то вещи, и камень, на котором цара появилась, мы должны убрать. Это не смывается. Все. Так же, как и наши слова, вылетели их, не вернешь, так же и камень дома, который мы заразили, его невозможно отреставрировать, только выбить и вставить туда новый. Если человек не хватается за голову, следующее, где выходит это проклятие, на одежде, становится к нам ближе. И тогда тоже вызывают Коина, одежду сжигают, человека отпускают. И если человек на третий раз не понял, тогда это вылезает у него на коже, белыми пятнами размером с горошину, волосатые, не волосатые, неважно, это выглядит отвратительно, это чувствуется отвратительно. И тогда Коин говорит сам себе в голове, то, что ты там думаешь, что не будешь больше говорить вашу норад, тебе не помогает. Тебя надо унизить, чтобы ты понял, как это, когда все знают, что ты за их спиной болтаешь. И тогда, может быть, ты с глубины души раскаешься. И тогда он идет по улице и кричит, я проклят, я говорил о вас, лошонарай, я постоянно сплетничаю, чтобы все знали. Вот, ну, и так все же знают. Если секрет знают два человека, его знает весь город, невозможно скрыть секрет. Я не верю, что можно какие-то вещи оставить секретом, если вы делитесь с кем-то, вот, кроме, я не знаю, мужа. Больше, ну, и мамочки. Мама меня слушает, поэтому, мамочка, ты, конечно же, наравне с мужем, а остальные, ну, зная, что, когда вы рассказываете секрет, знайте, что это не сто процентов. Я уверена, что вы в жизни миллионы раз это все проживали. Окей, задает Раби вопрос, почему в наше время такого нету? Почему, когда мы говорим лошонера, вот я сегодня несколько раз нечаянно сказала, почему мое тело, я не знаю, мой дом, моя одежда не покрылась? Потому что, сказано у нас история, когда человек скажет лошонера, и я не хочу нас никого обидеть. Но Раби говорит, что наше поколение, оно не считается таким вот полноценным человеком. Мы с вами спустились уже на такой да, сто процентов, мы с вами уже находимся на таком уровне, когда не каждый из вас как личность, но мы живем в таком мире, и мы это впитываем, некуда от этого деться, когда мы должны нашим детям объяснять, что нормальная семья это мама и папа, а не два папы и две мамы, когда мы должны, я не знаю, когда я ищу детям мультики, я закрываю компьютер от них, потому что вокруг мультиков тут же миллион реклам с полуголыми телами, зачем, и я даже, ну как бы, ну нормально, мне это можно, я же как бы абстрагируюсь от этого всего. То есть мы с вами привыкли видеть и слышать такие вещи гнилые, от которых раньше люди шарахались, я не знаю, в СССР не было секса, а здесь ребенок пятилетний уже знает это слово и немножко имеет представление. Поэтому тогда люди были возвышенные, и их тело отрекала, отрегивала вот это все. Представьте, не дай бог, что, ну например, здоровый человек, у него появляется кашель, и он тут же начинает трафлю себе в стаканчике, я не знаю, какие-то септифрин посадить. А если у человека, не дай бог, серьезная болезнь, а на фоне этого начинается кашель, он будет лечиться септифрилом? Нет, потому что на фоне вот какой-то вот такой большой заразы этот кашель вообще, он уйдет, ну вот с этими антибиотиками, которые мы принимаем от второй болезни. То же самое с человеком. Или, слава богу, или, к сожалению, наше тело сейчас так настолько погрязло во всем этом, что даже когда мы говорим о Шанера, оно никак не реагирует. Но что? Конечно же, это на нас влияет, и конечно же, в будущем мире это все нам аукнется. Поэтому, несмотря на то, что мы не получаем наказания сейчас, я очень хочу, чтобы мы из недельной главы научились, как правильно все-таки говорить, о чем можно. Не можем ли же мы молчать? Тора от нас не может этого требовать, потому что, что мы с этого начали урок? Тора, она близка к тебе, она для тебя. И поэтому мы все можем с ней справиться. Еврей, который пришел к еврейству сегодня, и тот, кто родился в Харидивной семье 20-е поколение. Мы все одинаково, легко можем воспринимать и соблюдать Тору, потому что для каждого из нас она дана. Написано тоже у нас Раби говорит, что сплетня, оно хуже, чем бить человека. Вот лучше, правда, нет, не, то есть оно, конечно, лучше, но я не советую вам это делать, вообще все надо решать открыто и спокойно, но лучше ударить человека, чем идти и говорить о нем сплетни, потому что когда человек получает, я не знаю, оплюху по лицу, это один раз, и после этого вы разговариваете, я не знаю, или расходитесь навсегда, а когда вы говорите о нем лошонера, это на всю жизнь, вы не знаете, как это лошонера себя потом поведет, к скольким людям можно бизнес закрыть одним только словом. Секунду, где это у меня было, была история, вот, кстати, она сейчас, эта история, эта история произошла, на самом деле, во время войны, если я не ошибаюсь, шестидневной, один генерал, который имел большие успехи, я, конечно же, не скажу его имя, дабы не сказать еще один раз, лошонера, во время войны, он был одним из главнокомандующих, и в какой-то день он пришел в банк, чтобы продать свои акции, об этом стало известно, это вошло в прессу, и, конечно же, его карьере пришел конец, как так, у тебя солдаты в тылу умирают, а ты думаешь про акции, когда выгодно продать, когда невыгодно, о чем ты вообще думаешь во время войны, конечно же, все, он потерял карьеру, он потерял пенсию, и потерял свое имя, и об этом писали во всех газетах, когда он подал иск в банк, который рассказал эту лучшую информацию, спасибо, очень приятно, вы мне даете силы продолжать, правда, настолько неуверенный в себе человек, как я, получается, столько комплиментов, это правда дает силы, спасибо вам за каждое слово, в общем, он подал встречный иск за то, что они испортили ему карьеру, и тогда принесли в этот банк детектор лжи, и все прошли его, что это не они сдали информацию в прессу, что потом выяснилось, как оказалось, две женщины сидели между собой и общались, которые принимали вот эти вот все заказы у него, да, что ты думаешь, вот этот вот человек, он так и так сделал, такие-то, такие-то деньги, мимо проходил человек, который мыл полы, уборщик, он услышал знакомое имя, он краем уха услышал, о чем говорится, и побежал за деньги, сдал эту информацию в прессу, настолько вот это вот за чашечкой кофе, а что ты думаешь, я не знаю, вот у нас открылся новый магазин обуви, например, в нашем маленьком городе, три магазина в моем городе есть, и то, и то, вот лучше туда не заходить, открылся магазин обуви, новый, и подружки пришли и начали говорить, да не, один, там фигня, там плохие цены, там плохое качество, все, я не пошла в этот магазин, только посредством лошоной, ра, то, что им не понравилась эта обувь, вполне вероятно, что она бы мне понравилась, и по цене бы она мне подошла, и моим детям, это было бы то, что я искала, но я туда не пошла, так же, как они пошли еще, я не знаю, двадцатки женщин, потому что пришла подружка и сказала, да ладно, я там была, не стоит, фигня, вот этим вот, ай, ладно, мы можем убить бизнес человека, мы можем убить мечты человека, в общем, слово, оно имеет очень большую силу, мы это знаем даже без стороны, но о чем говорить, я очень хочу, чтобы вывезли именно из нашей недельной главы, сейчас, немножко сбилось, окей, дальше, мы с вами говорили, что мы будем учить в первойке, вот, получение отцов, но я увидела, что на Вейкра уже есть Пентусевич, который давал вам два цикла получения отцов, поэтому я решила, что это будет нечестно с моей стороны, и не ввела дополнительный курс по изучению отцов, но, конечно же, это моя самая любимая книга, и я буду пробовать внедрять ее в мои уроки чаще, потому что это вот прям, вот без этой книги никуда, это должна быть настольная книга любого, даже не соблюдающего евреев. Итак, Шимон, сын Рабан Гамлиэля, сказал в пирке, вот, первая книга, 17-я Мишна, все свои дни я провел среди мудрецов и понял, что лучшее для меня это молчание. Вы понимаете, прожил человек всю жизнь и понял, молчание, вот в чем смысл, причем у меня даже был знакомый, вот у нас есть, мы с мужем часто были у одной семьи в гостях, у них есть помощница по дому, так эта помощница брала на себя каждый шаббат обед молчания, потому что в шаббат надо говорить только святые вещи, то есть, или тору, или молчи, вот я тогда подумала, это же какую силу воли надо иметь. Один раз я даже до себя, вот я вдохновилась, мы жили у нее где-то неделю, я вдохновилась и подумала, все, я каждое воскресенье слежу за собой, не говорила, что на рано, что вы думали, приходил понедельник, и я все, что я молчала в воскресенье, выплюхивала в понедельник, как ни в чем не бывало, потому что, ну совесть чистая, я же за понедельник ничего не говорила. Спасибо вам большое. Так вот, тогда я взяла на себя, каждый раз добавляю, что я не говорю лошонарад про определенных людей. Вот про мою подругу, что бы ни стало, я про нее не говорю лошонарад. И слава Богу, у меня уже вот 4 года, например, назад я взяла это правило, каждый раз я по мере возможности добавляю в этот список людей, обязательно записываю с этими людьми, я решаю отношения только один на один, и нету никакой вообще возможности, что я о этих людях, что-то расскажу другим. Потому что я себе пообещала, и это очень легко, когда по одному человеку ты добавляешь список, а не говоришь, все, с этого дня я молчу. Так невозможно. Итак, Рамбам пишет у нас 5, разбивает все наше общение на 5 пунктов. Первый пункт, это то, что Митсва говорит, то, что заповедь. И, конечно же, вот сейчас, я не знаю, уже на протяжении 43 минут я исполняю заповедь тем, что болтаю безумолку, но что слова Торы. Вот это то, что вообще при любых обстоятельствах можно говорить. Какие там святые слова, которые вы выучили. Вот, вы не знаете, что сказать, запомните какую-то маленькую майсу с моего урока, передайте дальше, вот у вас еще 10 минут заповедей натикало. Второе. Запрещено говорить точно это лошонора. Мы с вами это не трогаем, по-любому лошонора, сплетни, грязь на других людей, это все, ну, даже без Торы, это все говорить плохо, так же, как мы не хотим, чтобы говорили о нас, так же мы не должны говорить о других. Третье. Он называет это приятные разговоры. Приятные разговоры это то, что мы делаем с вами, это не только Тора, а что это еще вещи, которые как-то нас возвышают. Это не просто сесть и давай о чем-нибудь поговорим. Тогда бы мы не смогли строить отношения в семье, ведь с детьми это просто так поговорить, ведь с мужем это просто так поболтать. Где вот эта вот тонкая грань, что можно, а что нельзя? Наталья, Москва, очень рада вас видеть. Добрый вечер и хорошего месяца. Итак, вообще он говорит, что это основное, на чем мы должны сейчас с вами остановиться и с Божьей помощью, чтобы у нас у всех это получилось. Каждая вещь, которую мы выносим из-за рта, оно должно к чему-то нас вести, к чему-то приводить. Подумайте, вот подумайте, последняя вещь, о чем вы болтали с подругой, с мужем, сделала ли оно вас лучше? Научила ли чему-то? Вы убедились в чем-то? Вы выросли? Вы получили новое знание? Или это просто было? Вы знаете, как иногда бывает, сидишь в телефоне и вот так вот страничку в Фейсбуке крутишь, 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 а потом после часа просмотров я у вас спрошу. Ну, и что интересного? Кто-то из вас скажет, что интересного? Вы скажете, а, фигня, да ладно, ничего не было. Вы не помните, что было в Фейсбуке, я уверена, что мы все такие. Поэтому я вам предлагаю вместо Фейсбука, ну, ну, скучно, давайте прокрутим, я не знаю, книгу какую-то, давайте прокрутим урок. Сейчас столько онлайн-курсов, которые открылись. Ведь мы это все делаем не потому, что Фейсбук нам интересен, а потому, что у нас есть свободное время, потому, что мы хотим отвлечься. Почему мы сами себе не можем быть хозяевами, которые скажут, я отвлекусь, я дам себе время, хоть три часа в день, ну, ну, что-то важное. Когда меня спросят, а вот зачем, за что ты сделала за это время, и я смогу сказать, я выучила, я узнала, я поняла, я продвинулась. Это тот разговор, к какому мы должны стремиться, и я уверена, что именно с этим пунктом мы можем построить с вами полноценные качественные отношения с мужем, с детьми. У меня муж, вот я очень горжусь, это одна из его качеств, которые я бы хотела научиться, он всегда говорит, я не вношу жизнь чужих людей в наш дом. А мой муж, чтобы вы понимали, он всегда в самом пекле событий, он всегда в центре событий, он всегда все обо всех знает, потому что с ним приходят, советуются, рассказывают, он слышит, он очень активный у меня молодой человек. Но что? Я его жена обо всем узнаю последнее. Почему? Потому что, а почему я должна, должен с тобой говорить про то, что происходит в семье, там, я не знаю, Саше и Кате? У нас с тобой не о чем поговорить? Давай поучимся, давай что-то посмотрим, давай обсудим, как прошел день, где я тебе могу помочь, что с детьми, какие у них учебы, давай домашнее задание. Да, голова может взорваться от количества всего, что можно говорить и обсуждать качественно, чтобы это нас поднимало. Если я вас спрошу, вы вчера стали лучше человеком? Ладно, я не вас спрашиваю, за каждого из вас я уверена, что вот вы прям умнички. Я нет, не знаю, ну ладно, я там слушала уроки, ну да, был фейсбук в моей жизни, было там сериальчик какой-то повтыкала, ну а что, надо куда-то от детей деться на гарантии, не все же время с ними проводить. Стала я от этого лучше? Нет, я даже не помню, какой сериал вчера смотрела, так включила фоном, чтобы было. Почему я не могла этим же фоном включить, я не знаю, урок Тора, например, вот мой с прошлых занятий, я не знаю. В общем, без лишних слов я понимаю, что вы это все знаете. Дальше, по рамбам у нас есть четвертый вид разговора, это называется разрешенный разговор, это разговор о бизнесе, карьере, отношениях. Это не всегда ведет нас к чему-то, например, слушай, там, я хочу открыть магазин, ну просто какие-то мечты, оно не возвысило меня, но что? Об этом можно, потому что это планы, потому что Всевышний нам, мы на прошлых уроках говорили, заповедовал, будьте богатыми, наслаждайтесь жизнью, не будьте как те люди, которые хотят, там, я не знаю, всего себя посвятить Всевышнему, не надо, для Всевышнего есть три молитвы в день, есть заповеди, все остальное кайфует от жизни, потому что для тебя она создана. И пятое, на чем мы все с вами падаем, я уверена, это он назвал лишние разговоры, то, что ни к чему не приведет, ну просто, этот купил, этот продал, это одела, это принесла, это сказала, это накрасилась, это расчесалась. Разговоры, которые, мы должны с вами понимать, что человек, с которым мы можем обсуждать вот только эти лишние разговоры, подумайте, если вы хотите, чтобы ваше общение дальше продолжалось, если все ваше общение складывается из обсуждения других людей, и между вами нету связи, которая поднимает вас, нету общего, без остальных вокруг, о чем вы можете говорить и соединяться, эти отношения не нужны, эти отношения, а также разговоры в этих отношениях лишний. И очень важно или отстранить этих людей от себя, потому что они влияют на вас. Ой, слушай, ты слышала, ты слышала, и вы такие, да, 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 о чем я с ней говорила целый час, вообще непонятно, что я дома делала, блин, картошка подгорела, зачем я вообще с ней общалась, или вести этого человека, если вы чувствуете силу, на свой уровень и пытаться построить связь, которая обоих будет поднимать. Была такая история, я здесь осталась у меня совсем немножко, у меня дети на улице ждут, чтобы было тихо дома, поэтому я и о них должна думать. Эта история произошла в 1946 году, когда после войны Россия и Польша немножко открыли свои границы, и Польша хотела своих граждан из России вернуть на родину. И тогда евреи поняли, что это настоящее чудо, может быть, другого такой возможности и не будет, и они все тоже начали делать польские паспорта для того, чтобы выехать из России, может быть, вот в Польше будет легче соблюдать, и вся эта еврейская жизнь будет легче. И была одна пара, их звали Берл и Хана Гуревич, очень-очень знаменитая хаббатская пара, у них есть потомство, дети, которые тоже очень влиятельные люди в Израиле, но тогда они были молодой парой только полгода после свадьбы. И вот она достала себе уже польский паспорт, они пришли на перрон, должен был быть поезд, а мужу Берлу должны были принести документы уже непосредственно перед отбытием поезда. И этот человек как-то замедлил, не принес эти документы, и там было очень много милиции, и вот они видят, что два милиционера уже подходят к ним, и он понимает, что он без паспорта, русский он свой сжег, польский он еще не получил, она должна ехать сама, и что сейчас делать? Кроме того, что его схватят, вы должны понимать, что женщина, которая не получила разводное письмо от своего мужа называется Агуна. Это женщина, которая не знает, где ее муж, она не может получить гет, она не может выйти замуж, она не может создать семью. Сколько таких несчастных женщин есть, с которой вот пропал муж без вести, и что делать? А ничего, по законам Торр, ты не можешь ничего с этим сделать. Спасибо большое. И он понимает, что непонятно, где он ее найдет. Сейчас полицаи его словят. И где взять это разводное письмо? И он не нашел никого, кто сможет подписать этот гет. И он ее отправил просто так. Его схватили и отправили в тюрьму. Когда через 15 лет он вышел из тюрьмы, он, конечно же, первым делом пошел искать свою свечи зажигаем, Рош Ходыш. Нет, если у вас нету такой традиции. Да, если вы решили, что вам это приятно и вы хотите это взять на себя. Главное, Рош Ходыш, это молитва. Алель. Невероятная молитва. Просто кайф, кайф. Слава Богу, у нас Рош Ходыш вообще два дня, так что можно два дня кайфовать. Кстати, Рош Ходышу я вам скажу немножко, вот в конце урока, Зурак напомните, я вам скажу, что-то Алмуд говорит по поводу Рош Ходыша. Итак, это Хана, молодая девушка, приехала в Париж и нашла работу уборщицей в парикмахерской. И она постоянно плакала, она поднималась по лестницам, плакала, она мыла полы и плакала. И был один еврей, который постоянно ее успокаивал. Хана, не переживай, все вернется, у тебя все получится, он тебя найдет, ты не будешь агуна, ты еще будешь счастлива, этого человека звали Ичи Гольдин. Тоже очень знаменитый человек в хаббатских кругах. И вот ее муж вышел из тюрьмы и начал искать, куда же отправилась вот та вот компания хаббатников, где они все. он начал спрашивать и один человек говорит, слушай, я знаю одного человека из этой компании, я могу позвонить ему, может он с кем-то на связи, и с тех, с кем у них получилось выйти, он знает, куда они дальше отправились. Как зовут этого твоего знакомого? А его зовут Ичи Гольдин. И он звонит этому Ичи и говорит, слушай, тут есть такой человек, он разыскивает свою жену Хану, ей должно быть столько-то, столько-то лет. И в общем этот Ичи рассказывает в своей невероятно трогательной книге, как именно ему, человеку, который все это время поддерживал эту бедную Хану от самоубийства, не знаю, именно он принес ей добрую весть, что ее муж нашелся и уже по дороге к ней. О чем эта история? Для чего я вам ее привела? Разговор любой, он нас наполняет. И я уверен, что вы все со мной согласитесь. Если мы о чем-то думаем и оно у нас там переваривается, оно не наполняется, оно не приобретает какую-то силу. Как только я открываю рот и начинаю говорить, например, вы знаете что, вот пришла ко мне вчера подруга и сказала такую вещь, да как она смела? И я вот, я уверена, что у каждого из вас вы сами себе начинаете верить, вы сами себя начинаете зажигать, вы сами себя начинаете еще больше накалять, придумывать какие-то факты, которых не было. И вы все наполняетесь вот этой вот энергией, неправильной, которая не должна в нас быть. Эту энергию надо было на что направить, помолчать, пойти к моей подруге и сказать, слушай, то, что ты вчера сделала, меня обидело. И тогда оно не наполнит нас, тогда мы не станем частью этого всего. Сейчас, например, в Йом-Кипур, если мы уже с вами взяли, то самая главная молитва, по-моему, хватит нас такое выходит. Если мы уже с вами вспомнили про Йом-Кипур, так самая главная Йом-Кипура это молитва «Видуй». «Видуй» это когда мы бьем себя в грудь и говорим, произносим грехи, за которые мы просим прощения. Так вот, спрашивается, ну, Йом-Кипур, вы же с вами уже сказали, что это работа сердца, что если мы правильно подготовились, то мы во всем раскаемся. Я, например, даже пишу себе список вещей дополнительных, которые не прописаны в Сидуре, за что бы я хотела попросить прощения. Почему надо говорить? Потому что когда мы произносим это, оно как будто материализуется, предстает пред нами, имеет силу. Когда я думаю про себя, ай, ну, я нарушила там шаббат, включила свет, да ничего страшного, блин, ну что, у каждого бывает, я вообще там в религии недолго, не знаю, какие-то вещи могут быть. А когда я говорю Всевышний, извини меня, пожалуйста, что я нарушила шаббат, и тут же появляется, я не знаю, это не моя история, но я предполагаю, что с какими-то другими, более личными историями у меня происходит точно так же. И меня наполняют, блин, как я нарушила, почему, как это могло произойти, я же вроде старалась, что мне надо делать, чтобы не стараться, понимаете, как только мы произносим, оно имеет силу, и поэтому, насколько эта сила у нас может вести к разрушению, настолько эта сила может вести нас и к чему? К самовоспитанию, что ли, к повышению своей интеллекции, как сказал мой раввин. Ираби говорит очень красивую вещь, что, конечно, есть вот эти вот лишние вещи, которые, по которым можно говорить. Я никому не приношу вреда, если я обсуждаю кого-то, если я обсуждаю платье, машину, тот развелся, тот женился, эти люди сами это рассказывают, у них нету проблемы, никакого вреда от того, что я это говорю, но что? Я наполняюсь мусором, я наполняюсь ненужной информацией, я проживаю чужие жизни. И поэтому Раби говорит, не проблема в том, что ты говоришь, проблема, каким человеком ты становишься после произнесения этих речей. Стал ли ты лучше после разговора со своей подругой? Узнал ли ты что-то новое? Зажегся ли какой-то идеей? Или просто ай, я не знаю, там, выхожу с подружками куда-то гулять, муж спрашивает, ну что, Адина, как было? Я могу прийти и сказать, вау, представляешь, и то, и то, и так, и такие эмоции, я могу сказать, ну ладно, ну, посидели и посидели, ничего особенного, и правда, я думаю, боже, о чем мы говорили эти три часа? Непонятно, обсуждали кого-то, зачем, что мне это дало, зачем мне это надо, кому от этого стало лучше? Вот эти лишние разговоры, они, да, разрешены, они не называются ни сплетнями, ни лошонера, они ничем, но они наполняют меня мусором. Секунду. Дети вернулись, готовые с прогулки, поэтому я заканчиваю быстро. Раби говорит, что в любой вещи плохой можно выбрать что-то хорошее, несмотря на то, что это недельная глава рассказывает нам про ужасные вещи, что человека ждет за слова, которые он говорит, какие, летают, пожалуйста, какие наказания, Раби говорит, давайте поймем что-то хорошее. Если тут написано, что у слов есть сила ломать и разрушать, значит, настолько же у них есть сила строить и создавать. В отношениях. Если мы говорим, что когда мы говорим какую-то вещь, мы наполняемся ей, значит, мы от этого можем выучить тоже, что если мы говорим о любви, то мы сами ей наполняемся и начинаем верить в то, что мы любим другого человека. Невозможно, как мой муж иногда шутит, слушай, но я тебе в детстве свадьбы сказал, что я тебя люблю, если что-то изменится, я тебе скажу. Что? Ну, идите, поздоровайтесь. Привет! Привет! Ирина! Сейчас подумай, что ты не расчелся. Найя, скажи, что ты думаешь, что это модно. Это модно. Как это называется? Модно. Модно? Как это называется? Это называется кокс. Я вообще тебя покажу. Привет всем! Привет! Ауч! У меня новые очки! Мама, у меня рачка застряла. Мам, я хочу еще раз. Мам, я хочу с тобой. Ладно, мы сейчас уже заканчиваем. Итак, нет, ты можешь просто сесть. Что Раби у нас внес? Вы тоже можете послушать. Садись. Что Раби нам сказал? Что если у силы есть слово, мы должны этой силой обязательно пользоваться. До этого, как Раби внес вот это вот очень материально в наш мир, я вам уже говорила, что больница как называлась? Дети, как больница на иврите? Я знаю. Как? Мам, я хочу сказать. Руфе Холим. Руфе Холим. Мама, я хочу сказать. Как? Руфе Холим. Правильно, Бэйт Холим. Дом больных. Больница. На русском, кстати, она тоже никогда не думала. Больница от слова больной. Как Раби сказал, кто идет в больницу болеть? Кто идет в больницу, думая, что все, это последняя станция и дальше только, не знаю. Раби говорит правильно. Как называют больницу? Летебница. Правильно. Мы называем ее Бэйт Рифуа, потому что мы идем туда лечиться, а не болеть. То же самое, конечно, многие еще пользуются. на иврите это называется Купат Холим. Купат Холим это медицинская вот касса. Сейчас она называется не Купат Холим, как она называется? Шерут Бриют. Там, где тебе дают возможность выздороветь и получить информацию по тому, как сохранить свое здоровье. Боже, какой ты красный. Мама, почему тебе это показали? Это не мне, это вам цветы, сердечки и лайки. Это только вам. Мне столько не дают. А вот вы пришли и посмотри, тут же посыпалась. Последнее, что я хочу сказать. У нас рассказывается такая история, что были такие были такие моменты, когда человеку пришлось сносить свой дом из-за того, что там была цера, вот это вот красное или зеленое пятно. И когда он сносил свой дом, оказывалось, что на месте этого дома лежал клад. И Раша пишет, беги кормить детей, мама беспокоится. Мамочка. Я хочу кормить, подождать, мамуля. Сейчас даю. Подожди, дай, я договорю. Все. И Раша говорит, кто от кого это был клад, от народа Эмории, который бежал, закопал клад в надежде, что он вернется и это все найдет. И все. Все, дети, вы меня отвлекаете, милая. И спрашивают тогда у Раши, ну как, известно же, что на месте, где евреи строили дома, жило 17 народов с разными названиями. Почему именно бежали Эмории? Все бежали, все оставили клад. Почему именно этот народ упоминается? Очень легко. Слушайтесь в названии этого слова. Эмории от слова Эмора, от слова Говорить. Это только намек для нас, а не географическая и историческая сводка. Намек о чем? Что как только мы начинаем следить за словами, мы получаем огромный клад. Даже если мы уже сказали Лошонера, и на наш дом напала на пасть, мы делаем раскаяние, сносим этот дом, начинаем жить сначала, следим за тем, что мы говорим, и тогда обязательно нас ждет что? Клад. Клад от наших слов. Похожи? Нет? Я тоже вижу, что похоже. Вот, про Рошкодыш. Спасибо большое, Зараб. Хотела написать про Рошкодыш, только маленькую вещь. Вы спросили, надо ли зажигать свечи. А в Далмуде написано, что нету радости для мужчины, как в мясе и вине, а для женщины в новых платьях и украшениях. Поэтому, если вы хотите исполнить заповедь, налейте тебе стакан качественного, вкусного вина, пожарите себе стейк, это будет отличное празднование Рошкодыша. а женщины, желаю вам найти себе обновочки, иметь возможность на всю эту красоту и главное, быть счастливыми. Мама! Скажите Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Шаббат Шалом! Спасибо! Подписывайтесь на канал! А ты скажи, ставьте лайки! Все лайки! Летан, скажи, перепост делайте! Перепост делайте! Подпишитесь мне на наш канал! Не выключай, мама! Это мой